22 апреля двадцатый год снег 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 результат теплой зимы не было зимы не будет нету весны не будет ли лет не осень все выровнялось через день день солнышко день снег идет день солнышко день снег идет это я снимаю из окна своей спальни что я вижу напротив своего дома тот же день 22 апреля все сильнее сильнее заваливает заваливает такое ощущение как будто январь месяц 19 мы сидели на улице вот в этой вот вот в этой вот беседки шатре отмечали пасху а сегодня можно вставать на лыжи здорово 23 апреля солнышко выглянуло снежок тает ночью минус был естественно все все в снегу было сейчас тоже все постоянно смотрю новости по телевизору читаю интересуюсь и вот постоянно крутится в голове поговорка пока толстый сохнет худой сдохнет прямо вот эта мысль постоянно у меня вертится просто удивительно что так и получается накидала детям разных игрушек они таскают тапки все тапки таскают еще плюс веник совок привет чем занимаешься работаешь видео какой-то делаешь да а я чуть такая ленивая стала что-то мне не что-то ничего не охота видимо зима пришла организму надо уже как-то выходить будто бы на улицу так и спячки вылазить то так как идет снег зима продолжается и да и спячки но никак не вылазиться почему-то не знаю не знаю что делать то я тоже я вылезу что-то делаю киски вас у нас ходят хотел поснимать такие сюрпризики интересненькие а не взял и нельзя ну и ладно наших кисок можно снимать с утра до вечера но только чё на ютюбе будет они киски кошачий канал как одна мне написала ой тут одни туалеты снимают отписываюсь как будто четыре года я снимал одни туалет как будто больше посмотреть небо нету ничего кроме как туалета кошачьего может быть ей просто интересен на данный момент не туалет а коронавирус да уйдет коронавирус будет смотреть туалеты кошачьи и курятник то мы никак ведь не можем начать строить потому что ребята холодно даже может быть какие-то инструменты материалы можно и выписать но невыносимый холод в нашем случае в нашем возрасте я не позволю чтобы мне как раз муж работал там там вообще там ветра дуй с двух дверей дует друг против друга да он одеваться не хочет он идет с коротким рукавом ягода сказал никаких мне не надо мне никаких птичников ты мне нужен больше чем птичник я и яйцо и мяско всегда куплю ой кстати мы тут ребята обнаружили что это один определенный вид курицы нам понравился и мы сейчас начали его брать прошлый раз когда-то я вам показывала видео маленьких таких цыпляток вот второй сорт написано цыпленок броллер второй сорт его упаковочку снимаешь он там синенький синенький но у нас такой вкусный вкусный вообще у просто удивительно никогда внимание не обращала на эту но второй сорт чё это на второй сорт уже и соберем отборные мясо выше сорта тут чё и второй сорт оказалось такой вкус видимо курица еще не успевает напитаться всеми этими химикатами микроэлементами которыми им кормят их кормят и получается очень вкусной курочкой вот сейчас мы ее очень хорошо стали поглощать самое интересное цена что первого сорта что второго абсолютно до 137 рублей килограмм что маленькую покупая что большую конечно большую может быть выгоднее покупать там мясо-то побольше а здесь вроде бы одни кости обсасываешь но у нее даже грудка вот она не такая как вот у тех и не сухая не такая волокнистая и не так ну вот как обычное мясо ешь и все очень очень вкусно ой ничего что-то не готовлю вам на камеру хотя собственно и мы тоже ничего не готовим что-то так ничего мы не едим да мы боимся курицу иди хочу то все как-то на перекусах все как-то не знаю что-то все надоело ничего не хочется ну ладно посидела у тебя в комнате пойду дальше пойду сало поем сало поем да пусть народ покричит на меня что сало вредно а тут ильги значил это но почему попалась это кто а по телевизору на разных каналах именно о пользе сало да и он насмотрелся пользу сало мы поехали тут магазин вчера ездили вчера у нас был 22 вот 7 числа мы с тобой последний раз ездили за продуктом и вот вчера 22 числа он и еще можно было бы не ездить это уже сало вот захотелось до безумия сало ли я хочу сало а я вообще считаю что что организм просит то ему и надо давать и мы поехали в тот наш любимый магазинчик зеленецкий и набрали там всех мясных продуктов вновь вот курицу и взяли в сало взяли и полуфабрикаты куриные для своих зверят взяла фарш курины буду им это но я им готовлю кашу кашу на мясном то на чем-то но кстати очень они у нас любят детское это пюре вот детское пюре вот это мы берем цыпленок там индейка говядина это для них вкусняшка утром это утренний завтрак у них баночка вот этого пюре они съедают полминуты и все готово баночку поделила оставил баночку выкинул в ведро и уже пусто да оглянулся моментально вот как они с какой скоростью следует кстати баночки в разом только металлические стеклянно забираю я под бисер у меня весь бисер в баночках таких уже излишки уже бисера да покупатели баночки не покупать о ребята вот такое видео вот такое видео ни о чем поставлю вам наборку разного-разного всего по салу хочу сказать за то что я рекламирую сало это меня не ругайте в комментариях плохого не пишите это не реклама это наша жизнь если больная печень безусловно сало вам нельзя да все для диабета роли не играет вот захотели же мы с тобой как-то селедку с картошкой да сварили свои любимые две картошины селёдина пополам разделили на ели все довольные счастливые если хотите картошку конечно только вареную жареную нежелательно потому что гликемический индекс очень высоким а у вареную нормальный 65 и побольше рыбки чем больше вот белков жиров тем медленнее будет а еще если огурец или еще чего такое плюсом именно углеводов как бы занижается то есть скачок сахара не будет мы это смело можете кушать если печенка здоровая смело можете жиры употреблять спасибо мы кстати все это из вот третий год уже вот в марте было три года как эльгис поставили диагнозу мы ведь все все проверяем на и на и на его поднятие сахара в разных он сейчас тоже вот утренний опять бьется с утренним сахаром тоже вот разные эксперименты делает но вот когда все до конца выяснит когда до него до это самое посмотрю свой организм вот один раз вот прошло да сейчас видимо уже изменения какие-то сейчас уже по-другому надо и каждый раз каждый раз надо что-то новое выявлять не то что не выявлять надо новое появилось надо с этим что-то делать да вот сейчас я например решил полностью пока отказаться от ну кроме на завтра кофе попить пока отказаться именно постоянного употребления кофе и еще зеленый чай даже не не так кофе кто пьет без сахара то-то да без сахара земли без вот этого вот почему скажи к пока психологическая зависимость я точно еще не проверил но вроде как говорят что психологическая зависимость сладость получил то есть рецепторы сработали нас на ту же стерео сладкий же продукт вот и на автомате поджелудочная выкидывает инсулин хотя сахар не поступал то есть ну это так называемый эффект плацебо или рефлекс павлова примерно так но сейчас еще проверяю проверяю смотрю как будет срабатывать именно сахар на прием сахара заменителя без приема пищи то есть у меня просто привычка очень у многих людей вот стоит кружка с кофем там я скажем позавтракал кружка большая половина осталась и вот я периодически сижу я воду не пью и просто от хлебнул поставил и дальше что-то делаю вот и оказывается вот на каждого этот глоток сладкого кофе даже с сахарозаменителем идет выброс инсулина но это пока теория а ты как будешь измерять нет я имею ввиду это самое вот что именно вот на этот глоток выброс сейчас данные по этому есть у меня обычно когда я сахар заменить когда кофе постоянно пил а сейчас проверяя обычно же три раза в день среднем у меня получается вот и будут просто смогла сравнивать цифры пошел сахар скажем утренний вниз или не пошел сдвигается как-то но по отношению ведь у меня статистика очень большая это все у меня записывается на бумажке там записывать у меня все это за нашел в компьютер у меня специальная таблица есть по сахарам по давлению по прочим параметрам вот но здесь все-таки надо как-то длительно это не так мгновенно что раз что-то перестал кушать и у а вот вчера как раз еще с чаев разных набрали мы до этого это взяли там две-три упаковки вчера еще больше взяли зеленого взяли много разного я люблю с какими-то добавками наполнительными мне нравится ильгизу надо чистый но разных производителей взял тоже посмотрите только зеленый только зеленый да черный чай без сахара написан не сладкий я но не люблю на зеленый узбекистана как у меня привычка есть киска у нас только так сказать поэтому по своей коптеточки у нас киска уже молодец она у нас живет уже вот тут умеет уже спокойно залетает до ласка ты у нас ласка ой какие они две разных кошки вы и по характеру и по питанию тим-тим-тим-тим-тим-тим-тим-тим-тим-тим-тим-тим-тим-тим-тим-тим-тим-тим-тим-тим-тим-тим-тим-тим-тим-тим-тим-тим-тим-тим-тим-тим-тим-тим-тим-тим-тим-тим-тим-тим-тим-тим-тим-тим-тим-тим-тим-тим-тим-тим-тим-тим-тим-тим-тим-тим-тим-тим-тим-тим-тим-тим-тим-тим-тим-тим-тим-тим-тим-тим-тим-т Никаких рук не надо. Сразу спрыгивает. А мы-то хотим, чтобы они у нас сидели на руках. Угуляет. Поднимаем мы все шторы. Вот у меня шторы, у Льги заподняты шторы. Ну что, пусть будет так. Что нам нравится? Как они перемещаются по всему дому. Хозяева теперь дома. Да, тут синий Эльгиз увидел. Синий отблеск здесь коричневый. Так освещение делает. Хотя у тебя коричневый, а у меня серый. Вот, кстати, вот и связан серый цвет с синим. Да, вот он, видишь, даже вот так вот на этом отблескивает. У нас даже телевизоры. Вот у Эльгиза телевизор, и вот мой телевизор. И мы друг друга не слышим. Когда телевизор работает, вообще не слышно. А друг друга мы слышим, когда вот шаги по ламинату передаются. Даже не по ламинату, по лагам. По лагам. Вот Эльгиз встал с кровати, пошел, например. Или я слышу, как он лег, например. Даже спит, похрапывает, прислушаться, я его слышу. А телевизор вообще не слышно. Как-то он, не знаю, куда-то звук исчезает. Стену. Стену. И гасится. Тут такое вот все. Ну, это все у нас в стадии ремонта, как и здесь, как и тут. Сушилка у меня здесь сейчас стоит вечно. Стирается, стирается. Вот этих вот хламонов можно с утра до вечера снимать. Ой, с утра до вечера снимать можно. Вот так вот Эльгиз ее 50 раз на дню берет на руки и ходит с ней. И она у него сидит. Она может расположиться, уснуть прямо на руках. Да, и вот это самое, вот тут устраиваться, как на подушку. Милка нет, Милку не удержишь. Она у нас скачет. Спать? Ласка, дай интервью. Тебе хорошо? Хорошо у хозяина, да? Хорошо? Она не вырывается, ничего. Сидит спокойно. Да, стеснялась. Да, не стеснялась. Кажется, такая большая девочка на руках сидит. Ребята, вытащила я вот эту тушку с курицы, которую вот сейчас мы едим. Вот уже две штуки слопали. Вот написано. Тушка цыплят бролеров второго сорта. Вот, птицефабрика, зеленецкая, это для кировских. Вот они, тушки, 700-800 грамм от массы. И вообще вкусные, 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 вообще вкусные. Сейчас, кстати, я развяжу, покажу вам. Вот эту открыла еще более-менее как-то розовенько. А то две до этого были совсем такие синюшные. Такие синюшные, синенькие такие. А это еще более... У нее нет практически никакого жира, ничего. В общем, вкусные. Вкусные, слава богу. Пока до своих доживем, хоть есть теперь у нас что поесть. А то голодные были. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.